Силовики пришли с обысками в правительство Хабаровского края следствия и суд силовые структуры. 18.41.19.19.2019 года силовики пришли с обысками в правительство Хабаровского края. Кадр. Телеграм. Канал МАШ. В правительстве Хабаровского края прошли обыски. Об этом во вторник, 19 ноября, пресс-секретарь губернатора Надежда Тамченко сообщила РИА Новости. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов запросили ряд документов, получили их и ушли. Во время следственных действий никого не задержали. Первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Юрий Залочевский находится на работе, а министр промышленности Сергей Денисенько отбыл в командировку в Санкт-Петербург. Пресс-секретарь отметила, что некоторые источники связывают имя губернатора Сергея Фургала с деятельностью завода Амур стали группой компании ТРЭКС, которая выкупила имущественный комплекс предприятия. Тогда СМИ сообщали, что супруги губернатора Ларисе Стародубовой принадлежат 25% объединения. Однако Фургал просто помог найти для завода инвестора. Его же супруга выступила поручителем в банке, когда возникла необходимость в дополнительных оборотных средствах для возобновления производства, сказала Томченко. При этом Стародубовой пришлось стать соучредителем, но на тот момент Фургал был депутатом, и его жене не было запрещено заниматься коммерческой деятельностью. В распределении дивидендов или получении каких-либо выгод семья не участвовала. Во время губернаторских выборов рассматривался вопрос о выходе Стародубовой из состава учредителей, но с юридической точки зрения это было невозможно, поскольку кредитные линии еще не были закрыты, а срок действия обязательств не истек, подчеркнула Томченко. Ранее 19 ноября стало известно, что обыски прошли на Амур стали и в Терексе. По данным местных СМИ, они связаны с тем, что последний якобы создал несколько фирм, искусственно завышавших стоимость металлолома. В июне сообщалось-сообщалось, что ФСБ провела обыск в Московском музее собрания вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей, РСПП, Давида Якобашвили. Следственные действия были связаны с уголовным делом, возбужденным ведомством по жалобе его бывшего бизнес-партнера, обвинившего Якобашвили в краже, что происходит в России и в мире. Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Обратная связь с отделом силовые структуры. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес crimeatlantico.ru